Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Из первых уст» и сегодня тема нашей программы «От тюркской истории до наших дней». Я с удовольствием вам представляю нашего гостя. У нас в студии сегодня известный казахстанский журналист, писатель, доктор исторических наук, тюрколог Марат Катаевич Сембин. Наш гость приехал из Алматы по своим личным делам. Совершенно верно. Но мы, конечно, не применули такой возможностью пригласить вас к нам в студию. Вы, конечно же, несмотря на то, что поездка личного характера, встречались уже со студентами нашего университета североказахстанского имени Монаша Кузыбаева, встречались с общественностью. Вот какова была риторика этих встреч? Ну, в общем-то, я, как вы говорили, по личным делам, можно сказать, приехал. Но у меня здесь тетушка живет. Вот. Вообще, Петропавловск – это город моих предков, дедов по материнской линии. Мой дед Хасанов Айтолла и его брат Гамидулла родились коренные уроженцы этого города. Родились они в конце прошлого, 19-го, начало 20-го века. Вот. И потомки их здесь живут. Вот. Поэтому этот город мне очень близок. У казахов есть такое понятие «нагаша» – это родственники по материнской линии. И вы знаете, вот эти родственные отношения у казахов достаточно близкие. На такой огромной территории по-другому невозможно жить. И вот когда если человек, чаще всего молодой человек, что-то набедокурил, его осуждают единоплеменники, он с горячей плюнув может уходить к своим родственникам по матери. Где его обязаны, и это ласково принимает, и он живет там припеваючи. Так вот, я вот приехал к вам. Интересная традиция, историческая особенность такая, да. Совершенно верно. Вы подметили это. Как? Вы подметили это интересно очень. Да, да. Ну, это такой казахский обычай, так что. А что спрашивают сейчас вот та молодежь, молодое поколение, которому вы сказали, которые, может быть, где-то набедокурили, да, и хотят вот так вот пойти к другим родственникам, чтобы их пожалели немножко, да, чтобы их встретили. Что сейчас студенты, что их интересует, что спрашивали они у вас? Именно вот по тематике, по тематике теркологии, скажем так. Мне бы и самому хотелось бы знать, что они думают, как они мыслят, что для них прошлое, история, так как я по специальности историк. Иногда я ловлю себя на мысль о том, что они смотрят на меня, как на мамонта. Потому что я родился в прошлом веке, родился при социализме, пережил и социализм. Эпоха динозавров, да? Да, если сравнить. Видимо, с этой точки зрения рассматривают. Но вопросы их интересны. Бывают же такие заинтересованные, которые что-то хотят познать. Они задают вопросы весьма интересные. Но я ловлю нам... Опять повторюсь, да? Я в самом деле для них человек прошлой эпохи, прошлого века и так далее. Поэтому и вопросы соответствующие. Как реликвия, да? Вот такое отношение к экспонату, к реликвии, да? Мамонта по без шерсти. Моценности какой-то. Но тем не менее, конечно же, в их вопросах присутствует и вот это познание опыта, бесценного опыта, да? Может быть, даже прошлого века, позапрошлого века, да? Ведь корни идут далеко очень. Это должно их интересовать с точки зрения. Потому что без корней нет листьев на деревьях. Ну, история – это наука о прошлом. К сожалению, она в разные времена, в зависимости от строя, взглядов философов или историков, меняется взгляды на события прошлого. Но тем не менее, вот эти события, свершившиеся как факт, они уже состоялись, они уже за чертой времени. И мы можем только вглядываться. Ничего изменить мы не можем там. Ничего не подправить, подкрасить. А посему нужно из этого извлекать урок. Мы можем только исследовать, да? Да, исследовать. Вы же знаете, что только шар, с какой стороны, не посмотри на него, он круглый. А так, любой предмет. Вы сдвинетесь с места, ракурс измените, и уже форма предмета другая. И мне кажется, что на историю иногда так вот смотрят. Смотря на это позиция человека, позиция гражданина, позиция идеологическая, очень даже во многом влияет на прошлое, на время, на историю и так далее. Но тем не менее, вот историки, поэтому, наверное, существует такая специальность, они исследуют, высказывают свои мнения, правильно или неправильно. Ну а читателям и людям выбирать самим, особенно в наше время, самая разнообразная точка зрения на одни и те же события. То есть под разным углом зрения, скажем так, на один вопрос, на какую-то историческую правду, скажем так. Но это разные углы всегда. Мы, конечно, вернемся к вашей замечательной книге, которую я с удовольствием прочитала. Вы знаете, одним залпом, так сказать, память земли, тюрко-монгольской истоки, символика. Но культура, конечно, тюркская занимает большое место в вашей жизни. Но тем не менее, нашим телезрителям очень интересен ваш опыт общения, ваша дружба с известным писателем Маратом Ауэзовым. Как произошла ваша встреча? Что явилось вот основным в ваших взаимоотношениях? Ну, встреча наша впервые произошла в 1966 году. Мурат Мухтарович Ауэзов тогда учился, студент Московского государственного университета, специальность китаист. В 60-х годах московское казахстанское землячество организует такую естественную тягу земляков встречаться. И вы при этих встречах, они обсудили вопросы, создали такую общественную организацию, можно сказать, земляческую, казахстанское землячество. Жастулпар назвали его. Кстати, до сих пор и историки, и люди, и журналисты, которые говорят об этих событиях, почему-то рассматривают через призму, только вот через казахскую призму. В этой организации, если можно назвать этой организацией, это землячество, собирались представители разных народов, выходцев из Казахстана. Так что в Жастлепаре были и русские, и украинцы, и татары. Но основной костякции, конечно, составляло казахское, московское студенчество. И Мурат, тогда еще не Мухтарович, молодой, энергичный, он по природе организатор, затейщик. Он не может сидеть в кругу только каких-то своих проблем. Общительность его, люди тянулись к нему по разным причинам, в том числе, конечно же, и самофамилия привлекательная. И вот создается такой вот молодежный ансамбль Жастлпар, московских студентов. Они приезжают в Ленинград с концертом и так далее. Там-то мы и познакомились. В общем, это была такая студенческая пора, молодость. Надежды, мечты, все впереди. И вот тогда стыдность встречи. Да, все впереди. Такая длинная жизнь еще впереди. Оказывается, она не такая ужина. Как казалось, да, на первый взгляд. Время летит быстро. Многое из того, о чем вот эти студенты молодые мечтали, осуществилось. Многое не осуществилось, но это жизнь. Короче, Мурат Мухтарович был таким движителем общественным, своеобразным. Люди к нему тянулись, и он оправдывал их надежды. Так у него прошла жизнь. Ну, в дальнейшем, я сейчас упомянул о Жаслупаре, в дальнейшем, ну, годы перестройки. Мурат Мухтарович, Петр Своек и Голома Абельсиитов. Он, в общем-то, казах, но он живет в Москве, в Ленинграде, в Петербурге. И это на какое-то время он приезжал, Назарбаев его приглашал на работу в правительство и так далее. А он ушел в оппозицию. Вот там-то они и создали вот это, такое общественное движение, Азамат, оппозиционное. Это все было при Назарбаеве. Затем все, жизнь меняется. Но Мурат остается на принципиальных своих позициях. Он свои взгляды выражает откровенно, не скрывает. И зачастую они не совпадают с взглядами официальных властей. В этом его проявлялась натура, так сказать, гражданская. Хорошо. Марат Катайович, давайте теперь вернемся все-таки к основной теме нашей программы, тюркской культуре. Вот книга вышла в 2013 году, да, в свет? Около трех тысяч, да, или более, скажем, трех тысяч топонимов было собрано в этой книге. И вообще эта книга рассматривает семантику, этиологию, темологию географических названий, проблемы топонимики. И именно вот в одной из ссылок, да, в книге и подмечено о том, что собрано 3191 топоним. Вот как шла работа над этой книгой, в течение какого времени? Я понимаю, что это, может быть, и в течение всей жизни, да, творческой, работа над таким фолиантом, скажем так. Потому что, чтобы собрать, переработать, проанализировать, это все необходимо большое время. Ну, я вам открою небольшой секрет. Вот когда работаешь плодотворно, если оно плодотворно, то это только вы, как человек творческой профессии, понимаете, только то, что тебе интересно, то и хорошо ложится на бумагу. Вот, поэтому вот такие вымученные доклады к какому-то времени, к какому-то событию, они всегда чувствуются там натяжкой на какое-то задание самому себе или со стороны. А вот когда пишешь сам о том, о чем хочешь писать, вот, то это идет в удовольствие человеку творческому. Поэтому то, что я писал об одном событии, о другом событии, об этом топониме, о прошлом, о настоящем, о будущем, оно отразилось в разных статьях, в заготовках каких-то, да. И я, открою вам секрет, маленькую хитрость придумал, на мой взгляд, удачную. Потому что каждая тематика, которую я выбирал, для них, чтобы о ней написать книгу, это очень масса времени уйдет. А тематик у меня много. И я вот эту хитрость придумал, да, вот. Топонимы взял как отправные точки. В любой статье упоминаются какие-то события, связанные с местностью, да. Вот я к этой местности привязываю события, и у меня получается, в общем-то, по крайней мере, внешне, это единая, так сказать, структура. Вот так возникла вот эта вот память земли тюркомангольской. Вот тем не менее, вы посвятили в посвящении произведение своей светлой памяти мадьярских тюркологов, кангура Мандоки и Йозефа Тормы, да, Йожеф Торма. Да. Кангура Мандоки и Йожеф Торма. Почему именно им? Почему вот именно эти тюркологи вошли вот в посвящение произведения? Ну, прежде всего, это, должен сказать, первый толчок, наверное, от этого. Я был лично знаком с Конгуром Мандоки. Это мадьярский, венгерский тюрколог, который владел практически всеми тюркскими языками, был непоседой, разъезжал по всему миру. Очень тяжело давались ему поездки в Казахстан, потому что ему говорили, если вы хотите встретиться с учеными или посмотреть книги и так далее, все это вы можете найти в Москве. Зачем вам ехать в Туркменистан, в Казахстан и так далее? Ну, вы знаете, Советский Союз, это была достаточно закрытая страна, поэтому, так или иначе, он нашел путь, нашел свою дорогу, он стал приезжать в Казахстан. В конце концов, это привело к тому, что он встретил свою любовь и женился на казашке. Судьба. Судьба, да. За что боролся, что называется. К сожалению, он ушел очень рано, молодым, но это был очень талантливый тюрколог, а как человек очень открытый и наивный, он верил каждому слову и пытался доказать или опровергнуть это. Вот. Замечательный человек был, к сожалению, он рано ушел, но он оставил большой след в тюркологии. Он писал на венгерском, мадьярском языке, на казахском языке, есть на русском. В общем-то, о нем сейчас существует большая литература, и как востоковед, как тюрколог, он состоялся и вошел в плеяду лучших исследователей Востока. Вот. Это Аконгур и Мандаки. Мы с ним, когда он приехал, мы с ним познакомились. Он был зачастую у нас в гостях, ночевал. Мы проводили буквально ночи напролёт в беседах с ним. Вот. И он мне говорил, знаешь, Марат, мне нравится с тобой разговаривать, ты говоришь то, что думаешь. Я могу соглашаться, не соглашаться, но без этих каких-то рамочек. А здесь ко мне настороженно относятся. Ну, дело в том, что за его передвижением, за его встречами следили спецорганы, так сказать. И его специальность, вот тюрколога, да, невольно наталкивала наши бдительные органы на то, что он некий такой пантюркист. Ну, вы знаете, в Советском Союзе пантюркизм, это была такая, рассматривалось как реакционная идея. Хотя ныне она тоже вызывает кое-какие негативные нюансы до сих пор у некоторых исследователей. Но на фоне этих событий, которые происходят в нашем и прошлом веке, да, вот, открытость мира, на фоне объединённой Европы, объединения Европы, где разные культуры, разные языки, даже разные антропологические типы, они объединяются. То есть вот этот процесс идёт, это объединение человечества на очень разумной человеческой основе. Конечно же, объединение – это не цель превратить всё человечество в одну расу, в один язык, в одну культуру. Это и невозможно. Человечество ведь богато именно тем, что-то имеется такое разнообразие. А сближение – это вот та самая стезя, на которой работал Мандаки. А второй, вот Йожев Торма, о котором вы упоминаете, сейчас упомянули, он был первым послом Венгрии в Казахстане после правоозглашения независимости, он был первым послом Венгрии, Йожев Торма. Владеет казахским, турецким и другими тюркскими языками. Я был, так сказать, удостоен знакомства с ним, открытый человек. О Жастулпаре, о котором мы, наверное, ещё вернёмся, или о котором я сейчас упоминал, Муратовская идея Жастулпара, Йожев Торма говорил, мы там, в Европе, знали, что в Москве, в Ленинграде есть оппозиционные группы, есть русская интеллигенция, настроенная оппозиционно, выступающая и страдающая, кстати, за это, кто-то выдворенный из страны, кто-то сел в тюрьму. Но мы не предполагали, что в глубине Центральной Азии есть оппозиционные граждане, есть мысль, и она пульсирует, она работает. С удивлением мы узнали о существовании вот этого Жастулпара. Я начал расспрашивать о Мурате, о Жастулпаре. Вот этот Йожев Торма, вот такой вот человек, первый посол, который, как он сказал, я очень рад, что меня назначили сюда послом. Ну и эти люди оказали на вас неизгладимые впечатления, и вот повлияли на, скажем так, наверное, содержание какое-то в чём-то книге, посвящение этой книге. Ну, знаете, вот больше всего меня как, даже не как журналиста, как читателя в вашей книге привлекла фольклористика и мифология. Мне это очень нравится. В книге вы рассказываете именно о том, как меняется значение слова, его первозданный смысл. Это вот я, знаете, вас подвожу к главе «Небесное божество Кемпер». Это очень интересно. Случайно открыло, но выискочило. Вот, понимаете, это не случайно. Вот, когда я читала, я просто поражалась. Вот какими вот интересными, замысловатыми порой вот путями всё это приводит к истинному, историческому значению слова. Вот как интересно вы раскрыли это значение, и к чему, от чего оттолкнулись, и к чему пришли. К, от старой, да, скажем так, от злой старухи к небесному божеству. Это вот как так получилось? Расскажите немного, расскройте тайну. Как это получается? Тайны нету. Просто вот это когда вот исследуешь, что-то одно начинает выдвигаться другой вопрос и так далее. Кемпер – это по-казахски старуха, старая баба, грубо говоря, Кемпер. А исследуя слова, их предназначения, у меня так вот получилось, что вот Второй слог – это пир. В русском языке есть такое слово. Это божество, пир, нечто высокое. А Кем – это нечто малое или недостаточное. Я задумался над этим, и неожиданно для себя совершенно вот этим словом заинтересовавшись, неожиданно так получилось, что это самая большая статья оказалась. Да, одна из самых главбольших. Да. И очень интересно, что это слово существует у многих народов, тюркских народов мира, и не только тюркских. И это понятие вот этого небесного божества, оно существует у всех, практически у всех народов. У русского народа-то баба-яга. А ещё, знаете, у меня ассоциация возникла с ведьмой почему-то. И тоже провести, если параллели, да, что такое... Ну, мы знаем, что в годы Инквизиции ведьм сжигали на костре, но я тоже в топоминических изданиях читала о том, что это ведущая мать, понимаете? Это женщина, которая... И вот я с кем пир, да, делаю сравнение, это тоже женщина, наделённая какими-то божественными началами, да. Ведающая каким-то знанием, какими-то мыслями, то есть и сама приравнивается к божеству. Вот понимаете, вот это значение слова, о котором и в русском языке, в принципе, вот многие не знали и сейчас. И я просто сравнила вот с вашей вот кем пир. Это же надо, что повелительница грома молний, небесные коровы, небесные кони, небесные овцы, лекари, музыканты, всё повелительница, да, небесное божество. Это вы вот, делая все эти топонимические, скажем так, изыски, вы приходите вот к такому интересному значению. Рассматриваете топонимы, рассматриваете с точки зрения различных тюркских народов, семантика, сама слова, этимология. И вот такой вывод. Вот такая каша получилась. Вот такая каша получилась. Но это не каша. Здесь я предисловие взял. Надпись в мечети Шахпарата. Есть такая подземная мечеть, скальная, вернее, на Мангышлаке, где стены исписаны, так называемые посетительские надписи. И одна из таких надписей гласит «Откройся, о открывающей двери». Ну, это «Открывающие двери» – это один из эпититов Всевышнего Господа, Бога, Аллаха, как мы называем. И вот это «Откройся» больше всего в данном конкретном случае относится к этой старухе. Такое обыденное слово. «Старуха», «Бабка». Она туда идет, кстати, вы о русском языке упомянули. «Баба-Яга» здесь даже содержится. И никакая она не «Баба» и не «Яга». Это тоже одно из древнейших божеств. Дело в том, что когда переход к мировым религиям, в частности, христианство на Руси, ислам в Казахстане, они вот эти мировые религии старались, не старались, они вытесняли древние верования, но они настолько крепки были, что сумели внедриться в лексикон и в содержание вот этих вот мировых религий. Вот это «Кемпер» присутствует, конечно, в исламе у тюркских народов. Она как одно из божеств. Ну, пересказывать невозможно. Да, и эфирное время подходит к концу наше, поэтому я хотела бы сейчас вот задать такой вопрос. Я понимаю, что творчество, оно не имеет границ, да, и сейчас вы, конечно же, тоже работаете, исследуете, потому что человек, я не знаю, вашего склада, вашего плана, он не может просто так сидеть без дела, я думаю, он всегда чем-то занят. Зачем вы сейчас работаете и что пожелаете нашим телезрителям? Ну, вопрос, конечно, интересный. Спасибо. Во-первых, спасибо за приглашение, спасибо за прием, такой доброжелательный. Я бы с удовольствием еще посидел с полчаса, но эфирное время не позволяет такой роскоши. Так что вот на этом спасибо, я хотел бы закончить разговор, а в своей творческой конторе как-то не, не, ну как вот рассказать, да? Ну, садишься за стол, пишешь. Вот так и говорят. Иногда встаешь ночью, проснешься, и вот этому ленишься встать и записать, а утром думаешь, черт побери, зачем? Вот надо было написать, какая-то шальная или хорошая мысль мелькнет. Такая жизнь, в общем-то, она интересная. Вот, вы человек творческой профессии, поэтому знаете, что творчество, оно не по инструкции развивается. и пользуюсь нашей встречей, желаю вам успехов в этом творческом пути, который объединяет нас с вами. Который объединяет многие народы. Ну, разумеется. Буквально все народы, наверное, да? Да, разумеется. Это удивительно, когда... И вот эта ваша книга именно, да, про тюркскую культуру, это одно из подтверждений этих слов. Пишешь о казахской, она вырастает в тюркскую. Пишешь о тюркской, она вырастает в мировую. И тут же это выскакивает откуда-то сбоку. Русская баба яга, да? А почему она яга, и почему она хромая? Раз смотришь, это оказывается общий культурный персонаж. Я благодарю, и вот на этой ноте оптимистичной мы завершим нашу программу. Я вам желаю творческих успехов, встреч, еще очень много интересных, познавательных, много вопросов и ответов на многие-многие интересные проблемы, скажем так, не только этимологии, не только истории, но и другие. Наши телезрители, благодарю за внимание. Увидимся в программе «Из первых уст». Субтитры создавал DimaTorzok